Здравствуйте! В эфире Крымлиф, программа о жизни крымчан в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня выпуски о таких темах недели. Новые допросы. Окупанты делают все, чтобы члены Межлиса не попали на Всемирный конгресс крымских татар. Окупационные спецслужбы взялись за всемирно известного пловца Олега Софианика. В Крым он вернуться не может. Как крымчанам подотискив Европейский суд по правам человека. Сюжеты обсуждения темы с гостем программы. Очередное письмо к Путину. К его помощи вызывают жители Рыбачьего. Окупационные власти сдеваются над фестивалем Бифус. Экс Казантип снова под угрозой. Следственный комитет России в очередной раз вызвал на допрос в Управлении по расследованию особо важных дел троих представителей Межлиса крымско-татарского народа. Первого зампреда Наримана Джиляла, главу Центральной избирательной комиссии Курултая Зайра Смедляева и экс-главу Бахчисарайской райгосадминистрации Ильме Умерова. Их будут допрашивать по делу 26 февраля. Однако, по мнению Зайра Смедляева, это всего лишь повод, чтобы сорвать участие представителей Межлиса в важном событии – Всемирном конгрессе крымских татар, который пройдет в Анкаре. На допрос членам Межлиса следует явиться 1 августа, то есть в день открытия конгресса, на котором они намерены доложить о ситуации на полуострове. Задача состоит в том, что тех крымских татар, которые не согласны с тем беспределом, который происходит в Крыму, они выпускают. Я думаю, зато, наверное, есть группа других крымских татар, которых все устраивает, в котором будет создан зеленый коридор, чтобы они приняли участие в работе этого конгресса, которые счастливы от того, что сейчас происходит в Крыму, счастливы от того, что попадают люди, убивают людей, арестовывают незаконно крымских татар, запрещают полноценно использовать наш родной язык. Противники Межлиса, которые после российской аннексии Крыма подались в ряды оккупационной власти, называют Всемирный конгресс крымских татар опасным мероприятием для Крыма. В первую очередь, потому что комплименты в адрес оккупантов там вряд ли прозвучат. Конечно же, там будут приниматься политические заявления, которые будут поносить российское государство, руководство Республики Крым, наверняка отдельных крымских татар или группа крымских татар. Конечно, там будет говориться опять о том, что необходимо Крым передать в Украину, то есть продолжать вот эту вот ненужную, вредную, как говорится, политику. Принять участие во Всемирном конгрессе крымских татар представители Межлиса в связи с вызовом на допрос уже не смогут. Однако, чтобы не допустить замалчивания проблем крымских татар на полуострове, они направили организаторам конгресса свое видеообращение и надеются, что таким образом их голос будет услышан. Окупационные спецслужбы Севастополя разыскивают известного пловца-марафонца Олега Софианика по делу его давнего знакомого и единомышленника Юрия Ильченко. Севастополец, владелец школы иностранных языков, был задержан в начале июля, «За проукраинское творчество». За эти строки Ильченко инкриминируют статью 280 Уголовного кодекса России «Экстремизм». Санкция предусматривает лишение свободы до пяти лет. На данный момент, по словам родственников Ильченко, его пытают в СИЗО, выбивая признание не только в экстремизме, но и в растлении дочери своей гражданской жены. Теперь же, судя по всему, круг фигурантов этого уголовного дела расширяется. Всю прошлую неделю, пока пловец Олег Софианик участвовал в марафонских заплывах за границей, его севастопольскую квартиру осаждали сотрудники местного ФСБ. Узнал Софианик об этом случайно, когда ехал домой в поезде. Что именно вменяют Софианику, достоверно неизвестно. Однако известно, что дело ведет следователь из Управления по борьбе с экстремизмом Максим Новосельцев. Он оставил записку для Софианика и попросил связаться с ним. Однако никакой подробной информации Софианик от него не получил, кроме приглашения встретиться в Севастополе. Аналогичный ответ от Новосельцева получили и журналисты службы новостей «Волна». Имя Новосельцева широко известно диссидентам в Севастополе, утверждает Софианик. Софианик называет в таких вот кругах диссидентских севастопольских – это палач Севастополя. То есть это человек, который занимается борьбой с экстремизмом, который пересадил очень много людей из Севастополя. Софианик уверен, что беседа с ним по делу Ильченко является лишь предлогом для того, чтобы арестовать его. И не исключает, что для него в спецслужбах Севастополя уже имеется отдельное уголовное дело. Ведь он не только спортивный марафонец. После российской аннексии Крыма Софианик мониторил факты нарушений прав человека в Крыму и активно писал в соцсетях посты, в которых открыто называл Россию оккупантом, а в конце мая посвятил заплыв жертвам сталинской депортации. Сегодня гость программы – правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин. И мы поговорим об исках крымчан в ЕСПЧ. И первый вопрос. Каким критерием должен отвечать иск крымчанина, чтобы иметь шансы на успех? Здесь ситуация достаточно простая. На сайте Министерства юстиции есть соответствующие формуляры для заполнения и есть инструкция по заполнению, специально рассчитанная на жителей оккупированных территорий, как Крыма, так и Донбасса. В связи с тем, что на территории оккупированной России не действуют украинские судебные правоохранительные органы, на данный момент мы считаем, что национальные судебные процедуры проходить не обязательно. То есть в данном случае физические лица, чьи права были ограничены действиями оккупационной власти, начиная с февраля 2014 года, могут подавать соответствующие иски. Однако следует помнить о том, что исковая давность ЕСПЧ – полгода. То есть если это не длящиеся нарушения, а нарушения единоразовые, например, убийства или избиения, здесь нужно руководствоваться сроками. Если длящиеся нарушения, например, лишение права на образование или имущественных прав, или право избирать и быть избранным, то здесь, конечно же, речь в любом моменте, когда вы захотите его подать. Какие юридические лица могут подавать в ЕСПЧ по крымскому делу? Тут юридические лица могут смело использовать тот же механизм, что и для частных лиц, для физических лиц. Конвенция не делает принципиального различия между ними. Единственное, что здесь могут возникнуть некоторые сложности с непосредственно государственными. Это могут быть имуществом, находящимся, скажем так, в казенной собственности. Но если это частные лица, или это седопад, или банки, то можно смело прогнозировать достаточно высокую вероятность выигрыша этих дел. Есть ли уже прецеденты успешного рассмотрения исков юридических и физических лиц в ЕСПЧ? Нет, примеров еще нет и быть не может, потому что суд все-таки не делает все в один день. Это процесс, занимающий несколько лет. На сегодняшний момент принято к рассмотрению судом более 500 исков, как жителей Крыма, так и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Но из того, что суд их охотно принимает, можно сделать вывод, что он усматривает эти дела, хоть как минимум стоящими рассмотрения. То есть, ну, можно ожидать достаточно высоких шансов на победу заявителей в суде. Ну и последний вопрос. Готовит ли государство Украина по крымским делам еще какие-то иски сейчас в ЕСПЧ? Да, мы готовим эти иски. В данном случае нами подготавливается второе межгосударственное заявление. После первого, которое было подготовлено по истанному полномочию в прошлом году, и в ближайшее время мы подадим его в Страсбург. По тем фактам, которые произошли в 2015 году, по тем системным нарушениям, которые сложились на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, в частности, это и право на образование, и право на справедливый суд, и все остальное, что грубо нарушается государством агрессором. Подавать иски в Европейский суд по правам человека призывает крымчан уполномоченный Кабмина по делам ЕСПЧ Борис Бабин. Он провел встречу с переселенцами полуострова в Майдане иностранных дел в Киеве. Уполномоченные считают, что такие иски имеют все шансы на успех. К тому же в этих делах, как третья сторона, может выступать государство Украина. Он подчеркнул, если речь идет о бессрочном нарушении прав человека, сроков исковой давности нет. Например, если в результате оккупации на крымчанина завели уголовное дело ФСБ, если человек не может попасть теперь в Крым, если он потерял свое жилье или доступ к нему ограничен, если из-за переселения у него ухудшилось здоровье, это служит основанием для подачи иска. При этом механизма прохождения судов национальных инстанций для граждан Украины, пострадавших от оккупации Крыма, быть не может, и можно сразу обращаться в ЕСПЧ. Переселенец из Феодосии Олег Хагназаров уже имеет опыт подачи иска в Европейский суд. Он судился из-за ущемления своих прав с государством Украина. Суд выиграл, но иск составлял сам, без помощи юриста. Это сложно, поэтому если теперь и решится подавать иски из-за оккупации, то только если найдет толкового правоведа, имеющего опыт работы именно с Европейским судом. Безусловно. И я считаю, что это должна быть государственная программа, в первую очередь, потому что мы переселенцы, у многих нет работы элементарно, потому что найти работу очень трудно. И просто деньги, потому что за это берут не 100, не 200, не 300 гривен, не 1000, не 2, не 5, а гораздо больше. Это очень серьезные деньги, и найти их просто так несложно. Совершив ошибку и неправильно написав формуляр, человек теряет повторное право для обращения в Европейский суд по правам человека. И исковать достаточно сложно. Первичную юридическую помощь крымчанам могут оказать правоведы Минюста. Тем, кто решит обратиться в ЕСПЧ, можно позвонить на горячую линию по телефону 044-486-7132. На сайте указаны и адреса правовых приемных. Однако, необходимо найти и юристов с европейским опытом, которые будут сопровождать такие иски. Уже принял решение подать иск в ЕСПЧ эксперт фонда «Майдан иностранных дел», главред портала «Блэксиньюз» Андрей Клименко. Я, конечно, буду подавать хотя бы для того, чтобы самому пройти всю эту процедуру составления иска, поставить эксперимент на себе, для того, чтобы потом я мог делиться этим опытом. И я понимаю, что нам нужно сегодня объединить адвокатов и вытащить из них группу инициативных людей, которые бы оказали помощь крымчанам в оформлении этих исков и в их сопровождении. Поскольку многие крымчане побоятся подавать в суд, находясь в оккупации или опасаясь за судьбу своих родственников, все еще живущих в Крыму, они могут посодействовать созданию доказательной базы для второго межгосударственного иска Украины к России. Для этого Минюст организует их анонимное анкетирование. Заполнив такую анкету, человек не получит материальной сатисфакции, но посодействует демонстрации нарушения прав людей-оккупантами на международном уровне. Цю информацию особи може надавати особисто на СССР урядовому повноваженному на Київську адресу. Вона може надавати цю информацию відповідним громадским організаціям. Також ми зараз орієнтуємо на збирання такої информации Національну гвардію, Державну прикордонну службу, в той частині, як це від них залежить. Тобто, наприклад, щодо військовослужбовців чи осіб, які перетинають у лінії розмежування. Це стосується також Міносвіти. Ми будемо збирати цю информацию в вищих та середніх навчальних закладах, дивляться тимчасово переміщення особи або в закладах, які були самі переміщені. На оккупированних територіях збором анкет займаються общественники. Названня організації не афіширується, щоб не подвергати їх риску. Все анкеты будуть використованы в доказательній базі второго міжгосударственного иска к Росії, который Україна готовит к подачі в ЕСПЧ. Жители села Рыбачье под Алуштой обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Письмо обнародовано в районной газете и адресовано також оккупационным властям Крыма. Селяне пишут, що курортників мало. В цьому году приїхала всього десятая частина по сравнению з дооккупационним періодом. Положення дел критическое. Люди не знают, як переживуть зиму. Местні пляжи не пусты, однака здесь наблюдається грязь і разруха. Путину також бьют тревогу по поводу санитарного состояния морской воды. По їх информации, с 5 июля местные неочищенные стоки стекают прямо в море, из-за чего болеют взрослые і діти. Как рассказывает местный житель Юрий Малышев, мамы села Рыбачьево уже собираются ехать в Симферополь на акцию протеста. Они хотят пособирать всех этих деток, отвезти в Симферополь под госсовет и посадить их там всех на площади, чтобы они там свои нужды справляли. Потому что отравлений просто сумасшедшее количество. Речку, я думаю, вы уже посмотрели, да? Селяне также жалуются Путину на отсутствие работы. Даже места на местных торговых точках заполонили приезжие. Продавцы, с которыми общались журналисты службы новостей «Волна», признаются, что они не местные. Бахчевыми торгуют жители Симферополя, ювелирными изделиями дамы из Сибири. Пончики готовят ростовчане. Пончики, я могу гостить у вас какие-то. Десять рублей штука. Это дорого? Считаю, работа. На свето открешусь. Пожалуйста. Письмо Путину подписано делегатами конференции жителей села Рыбачье. Подписать его своими именами люди, видимо, боятся. При этом среди местных жителей есть и такие, кто призывают улучшить ситуацию и без привлечения представителей высших эшелонов оккупационной власти. Рецепт прост. Вместо критики в адрес местного мэра платить налоги. Правда, вопрос, где брать деньги в нынешних условиях, остается открытым. Вот я в прошлом году заплатил 20 тысяч на год. А сколько ты заплатил? А я не платил и платить не буду. Ты же даешь пример такой. Как так получается? Вы же хотите, чтобы был порядок, чистота была. Авторы письма грозятся, что если их требования разобраться с местной властью не будут услышаны, они лично отправятся к Путину в Москву. Письмо заканчивается бодро и с юмором. Думаем, пора возродить традиции почти столетней давности – ходоки к Путину. Официальной реакции на обращение пока не последовало. Республика Зет, Казантип, Бифус. Музыкальный фестиваль в крымском селе Поповка Сахского района сменил уже несколько имен. Последнее название – музей под открытым небом. Из-за угрозы закрытия феста его организаторы даже развесили плакаты «Мы никакой не фестиваль». О том, что это будет уже другой, не фестивальный формат, заявили еще накануне. Территория будет работать в штатном режиме. Несколько танцевальных площадок, сфера услуг, торговые объекты. Все. Мы не будем делать главную сцену, мы не будем устраивать галоконцерт, мы не приглашаем иностранных звезд. У нас полностью программа импортозамещения. Если к нам и придут друзья, артисты, но это только наши с вами сограждане. Приготовление к вечернему открытию проходит в полной тишине. Здесь отрезано электричество. Работают лишь несколько генераторов. Уже несколько месяцев оккупационные власти Крыма то разрешают, то запрещают открытие феста. Последняя новость поступила от прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по факту поставки наркотиков участникам фестиваля. Однако в день его открытия жители Поповки обратились к самопровозглашенному премьеру Сергею Аксенову с просьбой не закрывать единственный для них источник доходов. Мы сегодня остались без средств к существованию. После присоединения, для того, чтобы не было негативной ауры в этом селе, чтобы поддерживать Россию, развивать села, вы должны нам на сегодняшний день, на эти две недели, просто помочь чисто по-человечески. Потому что на сегодняшний день весь человеческий фактор в Поповке отсутствует. Если человеческий фактор в Поповке отсутствует, то полицейские активно действуют. С четверга 30 июля ОМОН и полиция буквально наводнили фестивальное село. Полиция проводит подворовые обходы, собирая сведения о приезжих. Участники феста говорят, что вчера вечером силовики пытались изъять и вывести генераторы с фестивальной площадки. Люди не могут понять, что происходит. Все как-то вообще очень плохо. Почему-то милиционеры приехали и начали это все душевать, всех выгонять. И это беспредел какой-то. Это вчера было? Это вчера было. И сегодня все будет приезжаться. Люди говорят, что с России с севера приехали, говорят, электричества нет. Здесь нет, нечем там, в домиках. В музыке тоже не факт, что будет дурно. Да, вот ОМОН появился вчера. Меня их видели тоже. Не знаю, надеемся, он лучше. И может все откроется. А что делал ОМОН? Как мне сказали, стену омолить. Это не здесь вчера. Я не видел, я спал дома вчера. Основатель республики Казантипы и организатор музыкального фестиваля «Бифус» Никита Маршунок заявляет, что открытие феста состоится, как и планировалось, 31 июля в 22.00. Прото-Ирей Сергей Халюта, благочинный Севастопольского округа, назначен на должность директора заповедника Херсонес-Таврический. Об этом сообщает сайт оккупационной администрации города. В сообщении оккупационный губернатор Сергей Миняйло подчеркивает, что Херсонес – это в первую очередь не археологический памятник, внесенный в список ЮНЕСКО, а святыня, которой нужно поклоняться. Однако коллектив Херсонеса, мягко сказать, в шоке от назначения. Во время представления работникам заповедника, их нового начальника, у людей была масса вопросов, на которые никто так и не ответил. Например, почему на эту должность назначили человека, не имеющего не то чтобы профильного, но даже высшего образования. Отец Сергий – фельдшер. И почему человек не светский, будет руководить научной работой именитых ученых. На все у оккупационного градоначальника по совместительству бывшего военного один ответ. Решение принято. На основании того, что я моих полномочий. Я еще раз говорю, на основании моих полномочий, я имею право принимать такие решения. Вы требуете от меня объяснение? Да. Да, да, да. Требую. Если вы на это имеете полномочия, требуйте. Мы имеем право. Да, мы ваши права. Если вы имеете право и просит, другой вопрос. Как вам просит? Я не обязан отчитываться за свои действия. Обязан. Я не соответствующий руководитель, который меня читает. Назначением нового директора Херсонеса Таврического возмутился даже глава государственного эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пеотровский. Он считает данное назначение угрозой для археологического памятника и опасается, что музейная и научная работа Крымского заповедника будет прекращена, передают его слова российские СМИ. Коллектив Херсонеса обещает бастовать, возводить баррикады, писать письма в Российское министерство культуры и Путину. Завершение вашей политической карьеры в Севастополе будут отмечать в качестве одного из городских праздников. Такова ваша репутация, которую вы заработали из-за прошедших двух работ. Украинские ученые уверены, ничего путного оккупанта из памятника мирового наследия, внесенного в список ЮНЕСКО, сделать не смогут. Опасаются, что единственное, что им удастся – загубить Херсонес. По словам отечественных специалистов, деятельность оккупационных властей в Крыму угрожает Херсонесу. Украинские власти пока никак не отреагировали на происходящее. Ремонт дорог любой ценой. 4 миллиардируют асфальтобетонное покрытие. Уже сейчас заметно, что дорога станет шире. Однако самого проекта ремонта чиновники не показывают. Говорят, закрытая информация. Также просят не снимать на месте работ. Таких строительных объектов, как в Симферополе, в Крыму – десятки. Правда, не все крымчане в восторге от происходящего. Особенно представители туристического бизнеса. Они жалуются, что из-за ремонта трассы Симферополь-Керчь путь в Восточный Крым стал длиннее на 80 километров. А на Феодосийской трассе появились пробки. Представители турбизнеса просят приостановить дорожные работы, чтобы обеспечить доступ туристов в Восточный Крым. Однако оккупационные власти непреклонны. Очевидно, что деньги диктуют масштабы ремонта. Проще закопать их в 100 километров к Керченской трассе, чем ремонтировать отдельные участки дорог, даже если они в аварийном состоянии, как, например, на отрезке «Лучистое» по Ялтинской трассе. Местные водители по поводу ситуации на дороге к «Лучистому» настроены оптимистично. Уверяют, ездить можно, если осторожно. Приезжие автолюбители более бережливы к своим автомобилям. Крымские дороги критиковать не спешат. На ремонт крымских дорог в этом году оккупационные власти запрашивали более 5 миллиардов рублей. Если бы дали деньги в полном объеме, жителям и гостям полуострова пришлось бы пересесть на воздушный транспорт. В крымских СМИ уже иронично отмечают, что именно так придется перемещаться Аксенову и его свите из одной части Крыма в другую. Это была вся информация на сегодня. Вы смотрели программу «Крымли». В студии для вас работала Алексина Дрогань. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова